добрый день я приветствую всех на канале 18 соток и сегодня хочу поговорить с вами о почвосмеси о семенах как лучше высаживать их или сразу проращивать я как-то показывал вам почвосмесь делали очень хорошо эту почвосмесь раньше сейчас ее делают просто отвратительно в прошлом году я потерял очень много рассады за счет черной ножки тоже понадеялся что почва хорошая почва отличная и соответственно не принял никаких мер предосторожности к начал почву раскрывать там кирпичи корни и трава листья в общем где-то нам набрали в посадке видать грубо говоря где-то 50 штук рассады у меня пропало хорошо что я выращиваю кассетах что они между собой не соединены ячейки и черная ножка не распределилась а практически на всю кассету сейчас я почву делаю сам это вот чернозем я выехал за город здесь полно фермерских полей они очень хорошо их удобряют тем более росли сидераты на нем это горчица после горчицы я набрал земли земля конечно твердая на чернозем я добавляю сюда торф все делаю на глаз почему потому что земля бывает разная бывает чернозем она более вязкая бывает суглинок бывает песчаная как бы под каждую почву надо подбирать отдельно я не могу вам сказать конкретно как какие пропорции как делать это взял пример набрал миску такой вот земли беру речной песок крупный я его прокипятил в минут 15 у меня кипел водички в кастрюльке потом промываете добавляете и добавляете торф я пользуюсь классманом это профессиональный торф немецкий там кислотность у него 6 5 и 5 6 ну торф надо тоже обрабатывать почему потому что я столкнулся с такой проблемой что в этом торфе очень много яиц комарика это комарик грибной комарик это вредитель от которого не так то просто избавиться почему потому что он откладывает в почву яйца и через 30 дней глупляются личинки личинка начинает подрезать корни если ваше растение большое как бы вреда сильно много не будет от этого ну а маленькая рассада конечно они уничтожат и избавиться травить их как бы это все бесполезно почему потому что комарик только вылупился были земли сразу отложил яйца через насильение следующий 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 у них определенный цикл когда они вылупляются через месяц если вы потравите на середине новые яйца вылупятся и так короче будет бесконечно надо единственный способ это вынести где-то на улицу чтобы они вылупились и сразу улетели а если они вас будут в квартире стоять соответственно они будут откладывать в эту же почву опять же яйца и вот делаю такую почву еще я использую добавляю сюда гумус у меня гумусные черви я показываю на этом есть видео сейчас я вам покажу ящичек с этими гумусными червями покажу самому как я пользуюсь это уже второй ящик у меня вот уже сверху мне плитка такая вот облицовочная обычная здесь бумага ящики так и вот наш гумус вот он какой если вы взять в руки он как пластилин мягкий такой тянется липнет ну как чернозем запах у него очень такой приятный запах земли здесь нету никаких патогенов в этой почве потому что все полностью отходы были переработаны червями вот теперь я добавляю гумус гумуса добавляю опять же тоже нет никаких пропорций взял примерно на такую миску вот такую пригоршню вот сока гумуса но конечно желательно немножко подсушить видео дресса комочками а когда его подсушишь потом перетираешь он такие маленькие маленькие гранулками вот не черви у меня сейчас внизу все я им внес под корм . это неделю назад он перевернул внизу насыпал корма то есть почву перевернул вниз насыпал корма и все черви отсюда переползли туда вниз это так чтобы не брать червей чтобы не выбирать их не копошиться с них такая вот красота это все добавляется полностью в грунт почва смесь такая почва смесь уже не требует никаких дополнительных внесений под кормок тоже здесь все абсолютно полностью есть я добавил сюда немножко гумуса конечно надо было подсушить его тогда он становится мелкий и легко его смешивать вместе с грунтом или приходится просто брать вот так вот и перетирать его как же готовить грунт как готовить почву смесь эту саму мы добавляем песка добавляем торфа мы берем пример от на такую миску взяли по две жмени песка или жмени торфа потом берем почва смесь вот этого сил вот пример взяли мы ее кулаку так хорошо сжали вот получается такой комочек мы должны чуть-чуть прикоснуться и кому должен рассыпаться вот это почва смесь хорошая если пример от какой здесь у меня вверху сейчас я покажу вот это меня здесь гумус виде какой он он комками ломается это уже не хорошо его до перемешивать чтобы у нас получилось рассыпчатая смесь самое главное гумус гумус это рост ваших растений это будущее рассада вот я покажу вам классную вещь она мне в баночке сейчас я вам расскажу что это для чего оно нужно это у меня гриб гриб триходерм это почвенный гриб который находится в почве благодаря ему мы избавляемся вот нежелательный флоры которые находятся в почве это могут быть всевозможные грибы всевозможная плесень черная ножка черная гниль это очень очень классная вещь она продается в магазине пакетиках они бывают в баночках гриб триходермы если посмотреть примеру здесь есть такой белый налет это мицелий мицелий гриба триходерм для чего он у меня служит я ним обрабатываю летом обрабатываю перец обрабатываю томаты вот такой вот раствор я беру 30 миллилитров раствора разверну 10 литров воды и обрабатываю по листу и перец и томаты от фитофторы от черной гнили множество всевозможных грибов плесени как приготовить этот триходерм вы можете купить я уже как говорил уже либо готовый раствор маленьких баночках 30-30 миллилитров либо он есть в порошке берете обычный картофель как готовите к примеру для пюрешки вот вы сварили картофель почистили сварили его и вот этот навар сливаете отдельно в банку на 1 литр навара берете одну столовую ложку сахара разводите горячим ложку сахара даете раствору остыть и только потом заселяете триходерм с пакетика либо эта жидкость у вас и в течение четырех или пяти дней банка должна быть открыта при комнатной температуре гриб начинает разрастаться заполнять полностью всю емкость вот такая вот такой налет появится гораздо позже это когда уже большая колония будет триходерма срок жизни такого триходерма в баночке в пределах двух месяцев банка должна быть большая не должна быть быть бутылка в бутылке он просто отдыхается банку я не накрываю крышкой я накрывает под обычной бумажкой взял так вот накрыл сверху если она мне в холодильнике вот пример 4 дня вы вырастили триходерм 30 миллилитров на 10 литра воды и обрызгали и потом все это дело накрываете или марлейкой или бумажкой обычной и в холодильник вот она в холодильнике может вас стоять в течение полутора месяцев полтора месяца проходит вы берете новый отвар отварили добавили сахара и долили сюда и опять поставили в холодильник так как при низких температурах триходерма очень и очень медленно развивается такого вот такой заправки хватит на два месяца а два на три месяца если конечно достанете при комнатной температуре рост триходермы будет во много раз быстрее для чего я еще использую в такой почве все знают если она не дай бог еще где-то с леса там плесень там грибы там все на свете есть как обеззаразить эту почву мы можем взять вот такой вот концентрат заправить его в распылитель и хорошенько увлажнить почву это надо делать и это за неделю при хороших благоприятных условиях при температуре 27-28 градусов триходерма очень быстро разрастается и он паразитирует на всех грибах на плесени которая здесь находится в почве он просто поедает ее срок жизни триходермы до тех пор пока в почве что то есть чем можно питаться как бы посторонние грибы посторонние все эти вот плесень черная гниль и так далее вот пока есть питательные вещества пока триходерм живет как только питательные вещества закончились земля полностью стала ваша стерильная триходерм уничтожает все кроме вирусных заболеваний это как бы остается в почве у вас все остальное и поедается уничтожается самим триходермом ваша земля будет просто супер тем более триходерм способствует улучшению корневой системы росту впитывание питательных веществ корнями как бы это еще и помощник для вашей рассады после того как вы пропитали почву раствором триходерма может в таким вот концентрированным просто быстрее процесс пройдет и быстрее почва будет обеззаражена также точно если у вас появились какие-то пятна на листьях появилась гниль особенно черная гниль она очень быстро уничтожает растения точно также появляется у вас черная ножка триходерм помогает идеально ну конечно если когда растение уже полностью заражена там как бы вы уже ничего не сделаете надо заранее обрабатывать почву и вы забудете что такое черная ножка если б я знал что почва у этого человека который покупал будет именно с черной ножкой я обязательно обработал вот так как я рассчитывал что земля у него хорошая как бы не принял никаких мер ну и соответственно был за это наказан так что теперь я обрабатываю любую почву какая почва ко мне не попала пускай я там супер-пупер дорогая все это надо обрабатывать доверять мне кажется нельзя никому тем более если в поле где-то берете вот я взял в поле я знаю что эта почва супер вот то что вы сделали вы будете сто процентов уверены теперь нам остается только заполнить кассету для рассады так еще такой вопрос многие меня спрашивает как же лучше проращивать семена в кассете почве либо проращивать на салфетках вот это самый как бы мне считается кажется самый важный вопрос так вот смотрите вот у меня есть семена я никогда не проращу их почве никогда почему потому что это сверх острые сорта у них очень слабый иммунитет это все гибриды среди гибридов конечно есть уже устойчивые сорта что такое гибрид гибрид это выведен совсем недавно два-три года назад у него слабый иммунитет вот этим ко всем заболеваниям ко всем грибкам если вы посадите пример посеете обычный перец там сладкий любой или вы посеете барани рог ему не страшен никакая плесень никакая черная ножка ничего почему-то что он адаптирован уже нашим условиям у него очень сильнейший иммунитет ко всем вот этим вот грибкам все вот эти семподы тринедады и так далее и тому подобное все они слабенькие насчет этого и вы можете высеять и они покроются плесенью плесень сразу заходит в середину семечки и зародыш соответственно погибает вот если посмотреть видите вот они же проклюнулись это прошло двое суток после того как я замочил их в нитрате калия как вы видите одна половинка уже проклюнулась еще три сорта как бы сидят у каждого сорта свой вегетационный период это первое второе семена сверх острых сортов это семена с южных районов ихний рост начинается медитационный период после температуры 25 26 как только превысилась температура 25 26 семена просыпаются и соответственно начинает прорастать самая лучшая температура 28 градусов при температуре 22 23 градуса семена спят как же лучше проращивать на салфетках либо замочил нитрате калия сразу высеять землю первое вот у меня они стоят в инкубаторе и там очень много этих кассет то есть коробочек там температура 28 градусов эта температура окружающей среды вот этой баночке тоже температура внутри 28 градусов если вы высеете семена в почву вы никогда не добьетесь температуры почвы 28 градусов почему потому что это почва температура будет у вас окружающей среды воздуха но никак не почвы почва будет это 22 23 градусов при такой температуре семена будут спать и и вам придется ждать не одну неделю может неделю может быть две пока она проклюнется так как семена эти слабые они плохо переносят вот эти вот все температурные колебания и тем более у них иммунитет к этим всем грибкам ко всей этой гадости очень слабый они сразу поражаются грибком и погибают вы будете ждать месяц будете ждать два раскрыли семечка нам внутри черная самое главное чтобы семечки появился корешок вот смотрите видите появились корешки прошло двое суток если бы их высадил почву где-то в неделю прошла может быть две пока они пустили корешок это я не знаю пустили в они или нет так что лучше сначала прорастить потом посадить его почву посадка почву не глубже одного сантиметра делайте небольшое углубление посадили его и слегка присыпали почвой почва всегда должна быть влажной но ни в коем случае не мокрой вы не должны заливать ее вот вы посадили те которые вас проросли и проклюнулись вот сейчас у меня три штуки примерно проклюнулась я сейчас возьму засыплю все ячейки мне все ячейки под номерами я посажу первых три штуки а в пустую ячейку ставлю спичку обычную у них принес печку меня есть красная проволока вот такая вот сейчас вам покажу вот такой вот красный провод я кусочками его режу чтобы было видно и вставляю в ячейку это значит ячейка пустая там ничего нет чтобы я знал где я посадил где нет я потом когда семечка еще проклюнется вытащил вставил и засыпал чтобы не допускать таких ошибок желательно конечно начали проращивать вы будете знать сто процентов что ваши растения все схожие семена всхожие вы посадите через два три дня семечка взойдет она проклюнется и вылезет все тогда вы включаете свет пока семечки не проклюнулись свет не нужен температура для проклевывания 28 градусов должна быть вот ваша кассета так как корешок появился семечка проснулась иммунитет у нее уже есть семечка не спит семечка сопротивляется той же самой плесени быстрее рост начнется корешок мгновенно начинает заполнять корень заполнять всю ячейку и растение проклевывается когда ваш есть ваша семечка проклюнется и у нее появится корешок вы можете спокойно сажать ее почву уже обработанную семечка уже начала жить у нее включился иммунитет хоть как пускай он слабый там великого или очень сильный все равно это семечка же будет сопротивляться всем болезням будет пытаться выжить и соответственно она очень быстро прорастет у вас так что еще когда вы засеяли семечки одеваете мешок я пользуюсь мешки для мусора мусорные пакеты вот эти без разницы какой цвет прозрачный непрозрачный вы его накрыли и при температуре 28 градусов у вас стоит если у вас проклюнется 3 4 5 6 7 8 там 10 семечек они уже вылезли кулек снимаете даже если остальные не проклюнулись вы увлажняете почву почва всегда должна быть влажной до тех пор пока не появится два настоящих листочка только потом вы начинаете слегка подсушивать почву приучать как бы свою рассаду засухи все это надо обрабатывать но ни в коем случае я не советую почву прокаливать это уже как бы пройденный этап это я уже проверял это мертвая земля мне ничего расти не будет а если будет расти она будет чахлая чаморожная желтые листочки тоненькие ножка тоненькая никакого роста не будет почва должна быть у вас живой вот комочек сжал видите все это рассыпается влага не должна в ней застаиваться в общем вроде все рассказал если я что-то вдруг забыл сказать вы можете писать в комментариях я обязательно отвечу на все ваши вопросы так что пробуйте и больших вам урожаев всем пока